Вы заметили, что вокруг нас стало как-то просто слишком много информации, которую надо постоянно куда-то копировать? Это какие-то личные архивы, результаты труда и так далее и тому подобное. Я лично за последнее время уже успел обложиться кучей внешних дисков, на которые постоянно что-то докопирую. Результаты своего труда, те самые домашние фотографии и тому подобное. Но пора уходить от этой практики и придумывать что-то более удобное. И вот недавно я попробовал новый способ. Он удобен в первую очередь тем, что его один раз настроил и дальше можно пользоваться. А самое главное, он просто проще и не надо с ним ничего дополнительно придумывать. Одно устройство копирует все, все классно. Система, о которой пойдет речь называется NAS. Это устройство является сервером для хранения данных на файловом уровне. Synology DS920+, которым я пользуюсь уже несколько недель, является средством резервного копирования и синхронизации данных. Оно подходит для резервирования и синхронизации файлов в домашних сетях и небольших офисах. Также его можно использовать для создания собственного облачного хранилища. Интересно, что то устройство, про которое я сейчас рассказываю, отлично работает в инфраструктуре Apple. Если вы являетесь фанатом этой компании и у вас много устройств, вы прекрасно сможете все это сделать. Вам будет предложено приложение для Mac, для iPhone, для iPad. Есть возможность выводить видео на Apple TV, минуя устройство непосредственно сразу с этого накопителя. Есть даже возможность расширить функции тайм-машин, если вам это будет надо. В общем, функций очень много. В базовом исполнении Synology DS920 Plus поддерживает установку четырех накопителей. Но если этого мало, то при помощи специального блока DX517 можно масштабировать систему до 9. Максимальный объем хранилища составляет 144 ТБ, чего более чем достаточно даже для студии видеомонтажа. Я остановил свой выбор на двух Iron Wolf NAS от Seagate по 14 ТБ каждый. Уверен, что у каждого есть свои любимые версии накопителей, но я всегда останавливаю свой выбор именно на этих дисках. Спереди на корпусе Synology DS920 Plus расположены лотки для четырех дисков, кнопки питания с индикатором, разъем USB 3.0, а также индикатор работы прибора и дисков. На обратной стороне можно увидеть два вентилятора системы охлаждения, два гигабитных разъема RJ45, порт eSATA, разъем питания, кнопку сброса и гнездо для замка безопасности Kensington. Снизу находятся два встроенных слота для твердотельных накопителей, что позволяет использовать все преимущества SSD кэша Synology. Все выглядит очень гармонично и стильно, но резервное хранилище в первую очередь сделано для безопасности. Именно поэтому на задней панели есть то самое гнездо Kensington, чтобы прибор никто не унес. Спереди, чтобы не унесли диски, есть блокировка их лотков, ключи входят в комплект. Многие думают, что при резервном копировании на несколько дисков технология очень простая, примерно как в электрике. Подключил два диска, пошло туда и туда, как-то само собой сохранилось и все. Ничего подобного. В подобных системах нужна высокая вычислительная мощность. И именно поэтому то устройство, которым пользовался я, работает на четырехъядерном процессоре с частотой 2 ГГц, с возможностью увеличения до 2,7 ГГц. Такая мощность нужна для того, чтобы производить внутренние вычисления, систематизировать данные, ну и, конечно, обеспечивать работу встроенного софта. Важной особенностью Synology DS920 Plus является его возможность работы с устройствами Apple. Как я и говорил, все фирменные приложения выпускаются для macOS, а некоторые приложения из App Store позволяют использовать его еще более полно. Например, установив Synology Moments, можно настроить резервное копирование фотографий и видео с iPhone, чтобы не платить за большой объем облачного хранилища. Если вы храните на этом устройстве какие-либо видео, вы легко сможете воспроизвести их на Apple TV при помощи смартфона. Надо будет только выбрать файл и отправить его через AirPlay на приставку с сохранением звука 5.1. Кроме этого, можно настроить резервное копирование тайм-машин, чтобы то, что там сохранилось, было автоматически перенесено на нас. Веб-интерфейс Synology DS920 Plus выглядит очень лаконично, но при этом очень понятно. Естественно, здесь есть панель управления, в которой можно настроить все, что вам нужно. На главном экране есть мониторинг системы, где вы можете посмотреть состояние системы, мониторинг ресурсов, а также открыть некоторые другие сведения. Например, посмотреть хранилище и убедиться, сколько места у вас свободно. В данном случае у меня свободно почти все и занято только 2%. Но самое интересное находится в центре пакетов. Открываем его и видим, сколько здесь всяких различных расширений. Например, нам нужен почтовый клиент. Нажимаем поиск, пишем mail, нажимаем enter и видим все варианты почтовых клиентов, которые у нас есть. Мы можем установить их на Synology DS920 Plus и пользоваться ими для создания собственной почты. Также есть другие пакеты для совместной работы, работа с офисными приложениями и многое другое, включая синхронизацию данных с iPhone и даже хранилище для видео, чтобы вы могли стримить видео с вашего Synology DS920 Plus на Apple TV. Ну и конечно, здесь есть функция резервного копирования данных с вашего Mac через Time Machine. Чтобы заставить хранилище работать в режиме Time Machine, нужно сделать несколько несложных шагов. Сначала выбираем пункт управления системой и выбираем панель управления. Открываем ее, дальше нам надо открыть папку общего доступа. После этого нажимаем создать и заполняем все необходимые поля. В первую очередь нужно ввести название. Я ввел название Time Machine, потому что у меня это предназначено именно для этой цели. По желанию можно добавить описание, но как правило это не нужно. Что касается шифрования, то его тоже можно пропустить, поскольку доступ будете иметь только вы, так как хранилище именно ваше. Нажимаем далее, пропускаем дополнительные параметры, если они вам не нужны и нажимаем применить. Через несколько секунд у нас появится новая папка общего доступа, которая так и называется Time Machine. Дальше переходим в файловые службы и отлистываем немного вниз. Находим пункт включить сервис AFP. Если он у вас включен, ничего делать не нужно, просто нажимаем дополнительно и смотрим что есть там. Отлистываем немного вниз и видим пункт включить передачу Bonjour Time Machine через AFP. Ставим галочку, чтобы включить этот пункт. Нажимаем чуть ниже указать папку Time Machine и выбираем ту папку, которую мы только что создали. Ставим галочку, нажимаем применить. После этого опять же нажимаем применить и изменения у нас сохранены. Дальше переходим в пользователи и нам нужно создать еще одного пользователя. Нажимаем создать и также называем его Time Machine. Описание и электронная почта не нужны, а пароль придумать все-таки надо. Нажимаем далее, еще раз далее и назначаем разрешение для доступа к папкам общего доступа. Нам нужны чтение и запись, чтобы мы имели полные права. Нажимаем далее и теперь нужно установить лимит хранилища, который выделяется под резервные копии. Ну допустим это будет 3 терабайта, поскольку у меня выбраны гигабайты, я пишу 3000. Также я могу изменить единицы измерения и выбрать либо терабайты, либо гигабайты, либо мегабайты. Нажимаю далее, еще раз далее и останется нажать применить. После этого у меня появляется дополнительный пользователь, который так и называется Time Machine. Возвращаемся в файловые службы, отлистываем немного вниз и копируем адрес, который нам будет предложен. Надо скопировать его целиком. Теперь, когда он скопирован, возвращаемся в систему Mac, нажимаем переход, подключение к серверу. Вставляем сюда скопированный адрес и нажимаем подключиться. Через пару секунд вылезает дополнительное окно, подтверждаем подключение. И вводим свои данные, которые до этого мы вводили, Time Machine и пароль, который вы ввели. У нас сразу открывается папка, в которой мы видим то, что нам нужно. Мы создали место для резервных копирований. Дальше переходим в настройки системы. Открываем раздел Time Machine. Выбрать диск. И после этого выбираем тот диск, который нам нужен, Time Machine, который мы только что создали. Нажимаем использовать диск. В моем случае у меня уже есть одно резервное хранилище, и мне предлагают использовать оба или выбрать только одно. Я выберу использовать оба. Здесь мне снова нужно будет ввести пароль и нажать подключиться. После этого резервные копии будут храниться на Synology DS920+. Многие покупают MacBook или iMac с не самой большой памятью. Все из-за того, что Apple просит очень большие деньги за увеличение хранилища. И, наверное, это самая дорогая составляющая компьютеров Apple. Она использует дорогую, хорошую, быструю память. Но такая скорость далеко не всегда нужна. Например, для того, чтобы посмотреть несколько серий вашего любимого сериала, который вы уже где-то скачали, совсем не обязательно иметь очень быстрый накопитель. Схватит тех скоростей, которые обеспечивают обычный HDD. Зато, таким образом, за относительно небольшие деньги вы увеличите стоимость и без того недешевого компьютера. Все это является дополнением к базовым функциям устройства, среди которых можно отметить возможность сохранять файлы из любой точки мира, возможность скачивать их, возможность совместной работы, резервное копирование, копирование с внешних накопителей и многое другое. В общем, все, что позволяет системы, которые называются NAS. Если вам не безразличны данные, которые хранятся на вашем компьютере или мобильном устройстве, перестаньте уже ими рисковать. Замените жесткий диск, который надо постоянно подключать к компьютеру, на полноценное комплексное решение. Да, стоит такой прибор не дешево. Без дисков его стоимость составляет примерно 50 тысяч рублей. Но представьте, сколько вы сэкономите, если вместо MacBook Pro с одним терабайтом памяти купите более скромную версию. А еще вы сможете перестать платить каждый месяц по несколько сотен рублей за резервное копирование вашего смартфона в облачное хранилище. В этом случае стоимость этого устройства уже не кажется такой высокой. Тем более есть и более доступные версии, например, DS-220+. Она попроще, она полегче, она лучше подойдет для домашнего использования и стоит она дешевле. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, там внизу будут ссылки на наши телеграм-чата. Заходите, обязательно общайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы. Ну и, конечно же, до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.